Здравия желаю, уважаемые подписчики и посетители. Значит, учёные нам врали тысячи лет и продолжают врать. Они говорят, что энергия затрачивается, а энергия не затрачивается. Они говорят, что энергия из меньшего, вернее, больше даёшь, меньше получаешь. То есть КПД меньше ста. И тратится энергия, а энергия не тратится. Энергия возвращается назад, никуда не девается. На этом свойстве мы и строим БТГ, вот я строю. Сейчас покажу опыт, чтобы споров больше не было. Вот лампочка накаливания, как вы видите. Значит, на 42 ватта. Вот я написал, мерил. Она на 40 должна быть, но она 42 по счётчику. Мы, значит, включим лампочку. Смотрите на счётчик, вон. Видите, чёрная. Сейчас поближе. Вот на счётчике включим лампочку. Так. Включим. Счётчик пошёл. Пусть он зайдёт за риску. Пошёл, 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 пошёл. То есть энергия берётся, да? А теперь остановили. И опять смотрим на счётчик. Смотрите внимательно. Вы сейчас наблюдаете то, что энергия возвращается, что нам врут. Мы ничего не тратим. Мы просто берём и возвращаем назад. А так как я потом покажу, сейчас кончим опыт, я покажу, почему считается. Как видели, начались риски. По-моему, видно нормально. Продолжение следует... Продолжение следует... Как видите, вот ближе, все вернулось, сейчас опять на риски. То есть доказательство прямое, стопроцентное. А почему мы не можем брать сразу? Сейчас дорисую, в чем тут дело. Значит, в чем дело тут, сейчас посмотрим. Вот, значит, лампочка. Лампочка. Так. Вроде видно. Тут многие ругают, что видно плохо, непонятно. Поэтому я стараюсь, но... Аппаратура у меня, конечно, древняя. Вот лампочка. Вот счетчик. Счетчик. Пошел ток. Пошел. Вот отсюда пошел. Вот стрелка. Вверх. По фазе. По фазе пошел. Дальше. Пошел, и он скручит потихоньку. Дальше я прервал. Прервал. Здесь вот. То есть выключил. Выключил вот. Кнопку, кнопку вот эту нажал и выключил. Что произошло? Вот этот ток. Он же больше, чем ток в счетчике. Потому что здесь же нагрев от лампочки. А здесь прервано. Он поворачивает и идет назад. Сюда. С обратной стороны. И счетчик сматывает назад. То есть. Это доказывает, этот опыт доказывает, что всегда. Не всегда, но в 90% например на лампочке, на электромоторе. Больше вырабатывает лампочка и электромотор, чем в него подают. Но почему при этом сматывается? Давайте еще зарисуем эту же схему. Почему сматывается? Когда вот идет напрямую. Не разрываем. Пошел ток. Вот так вот тут катушка. А тут нагрелась спираль. То есть ток это больше. И значит пошел навстречу тоже ток. Вот в этом проводе. Но у нас-то не прерывается здесь. И этот отсюда идет, а этот отсюда. Что у нас в итоге? У нас потребление растет. Вот и все. Поэтому надо разрывать на реле. Использовать допустим инерциоиды там. Но это я показывал все. Но принцип я вам показал. На ком принципе это работают инерциоиды. И все остальные. Вот на этом принципе. Что принцип главный в том, что вырабатывает любое устройство больше, чем в него подается. Но когда оно не разорвано, они вот здесь встречаются. Этот ток и этот ток. И получается значит общий нагрев получается больше еще сматывает. Потому что нагрев общий. Если мы силу тока уравновесим, как вот я делал на лампочках этих самых LED, можно уравновесить. То счетчик не крутит, не сматывается вообще. Уравновешивается. То есть для того, чтобы создать, чтобы не создавать инерциоиды и прочие значит устройства сложные и дорогостоящие, надо значит подгонять эти токи. чтобы был одинаковый. И тогда потребления не будет. Но тут надо подгонять прям тютелька в тютельку. То есть это сложный процесс. И мне надо еще латер на этот, для этой цели. То есть хороший прибор, который будет там одну сотую ампера, начиная, одну сотую вольта. И постепенно подгонять. только вот таким путем можно создать без затрат. Вот сейчас я это и делаю. То есть мы доказали на опыте, что тока всегда получается больше, чем подается. То есть КПД всегда больше, а не меньше. как написано в учебниках. Давайте почитаем, что написано. КПД. КПД. Что у них написано? КПД, видите? Что у них написано? Измеряется КПД, характеристика эффективности системы устройства машины в отношении преобразования или передачи энергии. Определяется отношением использованной энергии к суммарному количеству. Это неверно. Видите? Это неверно. Это они врут. Суммарная всегда больше, чем использованная. Почему они считают? А на самом деле? На самом деле вот она формула. Врут они? Вот здесь вот уже врут. Брешут. А, полезная работа. АКУ затрачено. Видите? А по формуле-то правильно. Полезная в затраченной. А здесь вот написали неправильно. То есть брешут сначала. Суммарная всегда будет выше, потому что в суммарную входит и полезная, и затраченная. А по математике они правильно написали. Полезную делим на затраченную. и умножаем на проценты. И вот пишут дальше. В силу закона сохранения энергии в результате неостранимых потерь энергии, КПД реальных систем всегда меньше единицы, то есть невозможно получить полезной работы больше, или столько, сколько затраченной энергии. Вы видели. Энергия затратилась и вернулась. Вы на этом опыте убедились, что они брешут. Брешут. То есть всё наоборот. Надо написать, что в силу законов природы энергии всегда получается больше, чем затрачено. И когда мы вот это разберём, это все поймут, тогда устройство БТГ или бестопливных генераторов или вечных двигателей это будет только, значит, вопрос средств у человека, сколько у него средств, материальных ресурсов и сколько у него фантазии в голове. То есть способов тысячи создать, помня о том, что КПД не меньше, а всегда больше об этом помнят. Перевернув вот эту науку, они нас заставляют платить по счётчикам и превратили в своих рабов. А это, значит, нужно понять. Когда вы это поймёте, вы будете сами делать бестопливные генераторы, сколько захотите, машины бестопливные, которые будут ездить бесконечно, там уже чисто фантазия ваша и наличие средств. Спасибо за внимание. Всем желаю крепкого здоровья и исполнения всех ваших желаний. Бестопливные генераторы,